Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня я хочу рассказать о ожидании реалий молодого хирурга. Конечно, эта онкология очень сложная специальность, она включает и науку, и искусство, и хирургии, и операции также предваряются дооперационные исследования, когда мы планируем ход операции для пациента и многие другие вещи делаем. Я бы начал со словами прекрасного российского онколога, хирурга Михаила Давыдова. Он сказал, что хирургия – это медицина молодого поколения. Действительно ли это так? Но мы будем молодыми, когда мы придем к осуществлению хирургической мечты в онкологии. Давайте посмотрим, что происходит с молодым студентом после университета. Конечно, он приходит в клинический отдел, и он чувствует большой стресс. В нашей стране можно иметь два типа хирургии в онкологии. Если вы хотите быстро идти, вы можете сразу пойти в резиденцию клинической онкологии, или же вы можете выбрать другой путь. Сначала вы можете заняться общей хирургией. И еще один этап – вы можете пойти, вы можете заниматься клинической онкологией. Что касается общей хирургии. К сожалению, в России нет определенных правил и предписаний для этой специальности. Может быть, на будущий год что-то изменится, но теперь очень сложно решить этот вопрос. На мой взгляд, необходима хирургическая основа, которую должен получить каждый молодой врач, для того, чтобы он не решил о своем будущем в хирургической онкологии. Молодые доктора должны получить компетенции, работать с конкурентом, узнавать медицинскую документацию, и понимать приоперативный и постереоперативный период для пациента. Хирургия включает ассистент, ассистирует во время операции. В результате независимая хирургическая операция под начальством наставника. В течение двух лет хирург-онколог становится онкологом, который должен заниматься всеми видами рака, включая предупреждение, диагноз, лечение, реабилитацию и наблюдение. Какие ожидания у нас, когда мы начинаем работу? Мы думаем, что кто-то нам покажет клинический процесс, кто-то будет обучать нас. Ну и, конечно, если какая-то проблема, кто-то нам поможет. Что касается реальности, фактически первоначально очень много бумажной работы на вас падает. И понимаете ли вы это или нет, вы должны показывать результаты. И вот с такой канцелярской работой вы должны выполнять задачи, и резидент становится секретарем. И все, нет никаких объяснений, нет никакой конкуренции. Конкуренция не только между молодыми врачами. Иногда, допустим, конкуренция между врачами и в нас пришедшим. Что касается межличностных отношений, обе части этого процесса должны стимулировать друг друга. Например, человек приходит на станцию, и доктор должен обращать на него внимание. И иногда просто интерес у него может исчезнуть, если это произойдет, то же самое может произойти с доктором. И, конечно, студент, если он будет безразличен. И здесь два сравнения развития в области хирургической онкологии. Например, жизни меня и моего друга Александра из клинического центра, из клинической больницы. Вы видите, что у нас был базовый медицинский университет. Затем мы занимались онкологией в области теракальной хирургии. Затем курс по лапароскопической хирургии. У нас был курс по общей хирургии. И также другие этапы нашего образования. У нас различные результаты хирургии в онкологии. Иногда, когда вы очень близки к цели более старой экологии, коллеги не уверены в ваших возможностях. И в такой ситуации они просто как бы убирают все шансы от себя. Ну, например, кожный шов. Допустим, они боятся или, может быть, боятся конкуренции. Но ваша хирургическая деятельность зависит от базовых знаний, от навыков и от личных качествов. И от рейтинга центра образования, от вашего интереса к обучению, если у вас есть наставник. И необходимо использовать срочную хирургию, плановые операции. Хирургия ведется не только в операционном зале, но существует и другая дополнительная работа. Может быть, вы знаете, как использовать эндоскоп, и вы можете иметь практику в морге, и какие-то делать, вускулярные швы накладывать и так далее. Все хирурги-онкологи имеют ответственность и должны постоянно получать это образование и обучение. Некоторые выводы, которые я сформулировал при подготовке этого доклада. Я думаю, что если вы хотите практиковать хирургическую онкологию в тракоабдоминальной и абдомиальной локализации, и, может быть, в других специальностях общая хирургия, должна помогать вам в жизни. Но у нас нет никаких правил, нет стандартов хирургического образования, нет профессиональной возможности развития, нет цели создавать программы обучения, и сотрудничества с зарубежными коллегами и хирургического обучения за границей. Я изменила слова этого греческого философа Бортарха, и я хочу сказать, что резидент – это не сосуд, который необходимо заполнить, но это факел, который необходимо зажечь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok